Приветствую, дорогие братья и сестры, друзья. Да, братья ваши любезно предложили нам послужить, поучаствовать. Это большая привилегия, это очень приятно. И приятно, что так здесь за проповедников молятся, что Дух Святой точно будет действовать. И вот была молитва вначале, чтобы через сегодня, даже не молитва, а вот такая наставительная речь вначале, чтобы сегодня мы услышали Бога. Но я думаю, что если Слово Божие читается, то 100% есть все шансы у нас услышать Бога сегодня, дорогие. И если кто-то, может, как-то не услышит, то, скорее всего, первая причина в нас, потому что Слово Божие точно читалось. Вот я буду читать из Евангелия от Луки, и еще будет читать сегодня Александр Иванович на Венчане. Сегодня будет достаточно Слова читаться, друзья. Да, меня уже представили, я из Кобринской церкви, меня зовут Руслан, вот, и не так давно, не так давно, я, Бог меня призвал, несу там пастырское служение, вот в этой церкви, приехал с семьей сюда, поддержать нашего малого брата здесь сегодня. Мы на свадьбу приехали, сегодня много из нашей церкви у вас в гостях. Спасибо за хороший прием. Итак, друзья, давайте откроем Евангелие от Луки, 13 глава, и несколько стихов прочитаем с первого стиха. Мне нравится Евангелие читать. Когда вы слышите слово Евангелие, что вы сразу представляете? Что такое Евангелие? Это то, что вот этих вот четыре таких основных закона, да, человек грешен, Бог свят, Иисус Христос умер из наших грехи и дал нам спасение, да, и да, это так, это Евангелие. Но не только это, Евангелие это, по сути, если буквально сказать, это жизнь Иисуса Христа. Вот вся его жизнь, все, что он делал, это есть Евангелие. И мне нравится из Евангелия читать, как поступал Иисус Христос, что он говорил, как он реагировал, потому что это для нас пример. По сути, мы призваны, вот вчерашний праздник, да, преображение, мы призваны преображаться в Его славу. А что это значит? Становиться похожим на Иисуса Христа? С помощью Евангелия. Буквально читаем, как он делал и стараемся это повторять. Итак, давайте прочитаем. Здесь необычный разговор состоялся. Иисус Христос говорит нетипичные для себя вещи. На первый взгляд может показаться, что как будто он даже здесь произносит такую, знаете, угрозу, что вот все погибнете, да, но потом он дает интересную, очень, одну из таких красноречивых, одну из самых понятных Его притчей, иллюстраций. Вот мы это все прочитаем и возьмем для себя несколько духовных уроков. Итак, с первого стиха. В это время пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Вот чувствуете, как будто Иисус Христос угрожает этим людям. Дальше Он продолжает. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И если бы на этом Иисус Христос замолчал, вообще было бы непонятно, что же Он имеет в виду. Но дальше Он продолжает. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но Он сказал ему в ответ, то есть виноградарь отвечает владельцу виноградника, «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Аминь. Это Слово Божье. Давайте постараемся вникнуть и понять, что же Дух Святой говорит нам сегодня через эти слова. Итак, Иисус Христос говорит очень важную истину. Он говорит о самом важном плоде, который любой человек должен принести в своей жизни, о самом важном ключевом решении, которое любой человек должен принять в своей жизни. Иисус Христос говорит даже, что какая разница, сколько ты прожил и как ты прожил, какая разница, как ты умрешь, если ты не принял самого главного решения в своей жизни. Вот что Он говорит этими словами, «Если не покаетесь, так же погибнете». Это очень необычная такая, знаете, истина. Она очень плохо усваивается человеком, потому что нам же кажется, что есть разница, нам же кажется, что есть хорошие люди, есть плохие, что вот я стараюсь, вот я и это понял, и к этому пришел, и это смог в жизни добиться. Но есть значение, как ты прожил и какая у тебя жизнь. Нам же так кажется, да? Человек так думает, любой человек так думает, в церкви, не в церкви. Ну, вот так вот ведь все устроено. А Иисус Христос говорит, какая разница, как ты прожил, сколько ты прожил, если ты не принял самого главного решения в своей жизни, если ты не принес этот плод, если ты не покаялся. И дальше он приводит вот эту вот иллюстрацию, эту притчу удивительную. Давайте на нее обратим внимание. Здесь речь идет, такая вот аллегория, и в центре вот плодовое дерево, смоковница. Если перевести на современный язык, ну, это инжир, да, у нас такие деревья не растут, но я думаю, вы понимаете, что за дерево. И я думаю, что каждый когда-то точно пробовал плод с этого дерева, да, очень сладкий, такой необычный вкус, приятный. Ну, это они где-то южнее, эти деревья растут, да, вот в Израиле, например. И вот Иисус Христос рассказывает такую притчу, и Он говорит этой историей, что единственный смысл или единственная причина для существования смоковницы – это ее плод. Только поэтому ее посадили. Смотрите, Он здесь употребляет такую интересную фразу, говорит, она просто, вот она не приносит плод, она просто занимает место, она занимает землю, она бесполезная, так как бы жестоко, да, достаточно, очень категорично. А почему? А потому что единственная причина, почему это дерево существует, потому что оно должно приносить плод. Для этого его посадили. Ну, друзья, мы же понимаем, что речь же не о деревьях здесь идет. А эта аллегория, она описывает человеческую жизнь. И теперь давайте сделаем вывод, правильный вывод со Слова Божьего. Получается, со слов нашего Господа Иисуса Христа, единственный смысл жизни человеческой, единственная причина существования человечества, и лично каждого человека, чтобы приносить плод. А если нет плода, то он бесполезен, он просто занимает место под соснами зря, на этой земле. И кажется, вот так вот категорично, но вот такова реальность, такова правда. Единственная причина – плод. И даже на этом Иисус Христос не останавливается, он продолжает, и он говорит, что есть из всех плодов, которым призван человек приносить в свою жизнь, есть первостепенный, есть такой начальный, ключевой, с чего все начинается. Это плод покаяния. Плод покаяния. Смотрите, как Он говорит, Иисус Христос в этой же книге, только в 12 главе. Вот я приведу Его слова. 12 глава, 29 стих. «Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же, Отец, знают, что вы имеете нужду в том. На Ипачи ищите Царствие Божие». И это все приложится вам. То есть Иисус Христос здесь говорит, что это все неважные вещи. Ну как, совсем об этом не думать? Нет, мы знаем другие тексты библейские, которые призывают и брать на себя ответственность, думать о своей жизни, не лениться. И к этому Бог призывает. Здесь Иисус говорит другое. Он говорит, что есть более важный плод Царства Божия, покаяние. Вот с этого нужно начинать. С этого нужно начинать. Здесь нужно разобраться, а все остальное после этого уже автоматически будет прикладываться. Ты будешь принимать решение следующее и следующее. Начни с правильной очередности. Первостепенный вопрос нужно решать. На Ипачи ищите Царствие Божие. Об этом говорит Иисус Христос. Потому что это единственный смысл для плодового дерева плод. Единственная причина жизни для человека это плод покаяния. С этого все начинается. Знаете, некоторые люди, они говорят, когда заходит речь о духовном, о том, что вот а решил ли ты вопрос с Богом? И они, знаете, как говорят, ну, я к этому иду, но сейчас я разбираюсь в себе, в своем внутреннем мире. Мне нужно много для себя понять, узнать себя. И начинают, знаете, вот такие красивые, современные, такие модные фразы бросать тебе. И ты понимаешь, что насколько, насколько это просто обман, а еще, может быть, хуже, это самообман. Бог говорит, ты в принципе создан мною, чтобы решить самый главный вопрос. Ты можешь разбираться в себе сколько угодно, не разберешься. Разберись в отношениях с Богом, в первую очередь. Принеси плод покаяния. Бог говорит сегодня, друзья, нам. Может быть, есть люди, которые вот не пришли к этому решению, самым главным. Иисус Христос через Духовство, через Слово Своё сегодня говорит. Какая разница? Какой там твой личностный рост? Как ты в себе разобрался? Чего ты добился? Какой у тебя статус? Если ты не принес плод покаяния, ты просто погибнешь, как все остальные люди, которые бесполезные, бесплодные. Абсолютно без разницы. Я хотел бы прочитать еще из проповеди апостола Павла. Смотрите, как он призывает очень в свое время, в его время, очень высокоразвитую, скажем, народность такую, да, город Афины. Помните его проповедь в Ариапаге, в Афинах? Что он говорит? Я бы хотел прочитать, по сути, ну, почти всю проповедь, но что каждое его слово очень ценно, очень мощное, там есть огромная сила для нас. Итак, давайте посмотрим книга «Деяния святых апостолов», 17 глава, с 22 стиха. Давайте послушаем, что говорит апостол Павел. «И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу» в кавычках». Вы посмотрите, обратите внимание, что люди настолько разбирались в себе, настолько старались удовлетворить каждую там струнку души, эмоцию, у них очень много было богов, у них такой, этот пантеон был большой, и они даже случайно попали одним жертвенником правильно, жертвенник «неведомому Богу», и вот апостол Павел посудил, что это как раз истинному Богу. Но это было случайно, неосознанно, неискренне, и он продолжает, «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, и он цитирует поэта местного, «мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Вы чувствуете ту же мысль, ту же идею в словах апостола Павла, что и говорил Иисус Христос, иудеям. Он говорит, что Бог не нуждается в вашем таком высоком, красивом служении, придуманном вами. Это Он дает жизнь, это мы в нем нуждаемся. Он говорит, здесь апостол, что это Бог вас создал к определенной, конкретной цели, дал вам жизнь, назначил пределы, кто оказался в какой народности, в какой культуре, в какое время, для определенной цели, чтобы мы нашли Его, чтобы мы Его смогли найти, и это реально сделать. Апостол говорит, Он рядом, рядом с каждым. И апостол говорит, Бог через него говорит, и вот сейчас вы услышали Евангелие, то есть время неведенное для вас пошло, вы не скажете, но я не знал, я не знал. Нет, ты услышал Евангелие, и слушай его. Твоя причина, твоей жизни человеческой, чтобы ты принес плод покаяния. Бог повелевает всем, повсюду, прямо сейчас, покаяться. Это самый главный, с этого плода все начинается, самый главный плод для жизни человека, покаяться. Знаете, другие люди, когда заводишь с ними разговор о покаянии, они говорят, что, ну, не дави, эй, это мое личное, это моя свобода, не надо, не надо мне давить, не надо мне вот это вот, что-то доказывать, не нужно, я сам выбираю, я свободен. Знаете, друзья, если вот, я думаю, что верующие люди со мной согласятся, вот давайте проанализируем, вот если кто никогда не покушался на свободу, святую свободу выбора человека, так это Бог. Вот Господь никогда не заходил за эту черту, которую сам себе поставил, по своей любви к человеку, никогда. Хотя, смотрите, что творится в мире. В секунду Бог, вмешавшись, может все это исправить. Но свобода выбора, того, что человек грешен, эта свобода выбора порождает узел за следующим узлом, грех за грехом, войны, болезни, несправедливость, ужасы, которые вокруг нас, и мы среди этих ужасов находимся. Все потому, что мы свободны, и Бог не вмешивается, а по любви решает этот вопрос, дает свободу выбора. А человек, как раз таки, постоянно, ну таки рвется, покусится на чужое право выбора, на чужую свободу. Ну как нам кажется, ну сейчас я ему запрещу, я ему скажу, так не надо, я лишу его каких-то, дам ему ограничений, и все, и он исправится. Все, мы решим вопрос, а ничего не решается. Никто не исправляется, никто не меняется, а Господь никогда не посягает на свободу выбора. И те слова, когда Иисус Христос говорит, говорю вам, что если не покаетесь, так же погибнете, это не угроза, это не давление, это любовь. Господь любит и желает, чтобы все спаслись. Господь любит и желает, чтобы все спаслись. Господь никогда так не относится к человеку, Он ему не диктует, Он не давит. в этой фразе есть у Христа только любовь и желание спасти. Единственная причина, вот как я уже говорил и повторюсь, смысла человеческой жизни, почему Бог дал и подарил нам жизнь, чтобы мы принесли плод, плод покаяния. Поэтому какая разница, друзья, сколько и как прожить, насколько свободно, как нам кажется прожить, если человек не сделает самого главного, если в жизни не будет покаяния. Давайте дальше посмотрим, что еще мы можем увидеть в этой истории, в этой прище. Давайте обратим внимание здесь на Бога, на Его сердце, на сердце нашего Господа. Смотрите, что Он открывает для нас. Здесь Его откровение, здесь откровение о Боге, Он сам нам оставил Его. Мы увидим здесь Его долготерпение, мы увидим здесь Его благодать в полной мере, и мы увидим здесь исправедливый суд. Давайте по очереди посмотрим. Единственное, что может быть, нужно еще обратить внимание вот на детали. По всему понятно, что владелец виноградника это Бог-Отец, да? Вот, и смотрите, какая у Него есть неограниченная власть, да, и сила. Мы читаем, что Он имеет право срубить дерево, смоковницу. Он решает, какая абсолютная власть у Бога. Дальше мы видим, что это Он насадил, это Он создал, этот виноградник. То есть здесь о том, что мы созданы Богом, конкретно каждый, и все человечество, и планета, вся Вселенная. Дальше мы видим, что это Бог пришел вот искать плод, да? То есть, что я хочу сказать, чтобы вы увидели в этом предложении очень важную истину. Бог ждет определенных действий человека. Мы имеем конкретную ответственность перед Богом, каждый человек. И это законное требование Бога. Это Его виноградник. Он имеет абсолютную власть над каждой смоковницей, то есть над каждым человеком. И по своему закону, совершенному и святому, Он имеет полное право это требовать, потому что это все Его, все через Него, все к Нему. Итак, смотрите, давайте посмотрим на Его долготерпение. Вот Бог говорит, я в третий год прихожу искать плода. Это удивительно на самом деле. Я думаю, что абсолютно каждый верующий человек чувствовал на себе великое Божье долготерпение. Когда Бог приходит, снова и снова, ищет там, а плода все нет и нет. Но Он не режет, не сжигает мост, Он снова приходит через время и опять ищет, дает опять нам благословение, чтобы мы принесли этот плод, ищет этот плод. Долготерпение. Знаете, как об этом долготерпение говорит апостол Петр? Второе послание Петра 3, 9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас. Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот оно, сердце нашего Господа. Вот это сердце наполнено долготерпением. Нам иногда кажется, ну Господь, если это не к нам, конечно, относится, ну сколько можно терпеть? Вмешайся, реши этот вопрос, что тебе стоит? Нам кажется, это какое-то промедление. А вот Духом Святым апостол Петр объясняет нам, друзья, это долготерпение. Через эту благость Бог ведет этого человека к покаянию. Хочет, чтобы все, все пришли к покаянию. И он приходит уже в третий год к этой смоковнице, чтобы найти плод. Уже понятно, что она бесплодна. Он приходит. Мне кажется, я не знаю, можно очень долго рассуждать, братья и сестры, вот какое это большое сердце, какая это любовь, но сколько можно приходить и ждать? Сколько можно терпеть? Терпеть тех, которые обещали добрую совесть, которые клялись Богу, а исполнить не хватает сил иногда в мелочах, даже в обычных неважных вещах не хватает сил исполнить. А Бог проявляет долготерпение. Поэтому, друзья, в этой иллюстрации есть для нас слово. Бог открывает себе свое сердце. Я не знаю, но когда смотришь на такого Бога, переполняется твое сердце просто трепетом, благодарностью, любовью. Какое долготерпение Бог проявляет? Слава Ему за это. Следующее, что мы увидим здесь еще? Мы видим благодать. Смотрите, как виноградарь, то есть Иисус Христос отвечает Богу Отцу. Это удивительный диалог, друзья. Смотрите, что Он говорит в ответ на то, что пора срубить эту смоковницу. Он говорит, господин, оставь ее и на этот год, пока вот я копаю ее, обложу навозом, и может быть в следующем году будет плод. Мы видим здесь благодать через спасение Иисуса Христа. Знаете, смоковница в этом случае ничего не сделала. Она пассивна, она ничего не делает. Ей бы нужно что-то сделать, как минимум плод принести. Она ничего не делает. Инициативу проявляет Иисус Христос. Садовник этот, виноградарь, он проявляет инициативу. Иисус Христос из любви к грешникам приходит в этот мир, умирает вместо нас за наши грехи, уничтожает силу греха своей смертью, своим воскресением, любит нас, когда мы были еще грешниками, тогда возлюбил, когда мы были недостойны, чтобы не срубить смоковницу, чтобы святость Божия не срубила бесплодную, бесполезную смоковницу. Вот это центр нашей веры, жертва Иисуса Христа, Его благодать. Кажется, зачем всем этим заниматься, сколько труда Иисус Христос, как дорого это стоит Иисусу Христу. Знаете, вот здесь, может быть, Иисус Христос очень скромно о себе говорит в этой притче. Удобрись там, как-то за этой культурой посадить, поухаживать, может быть, и на плод принесет. Но на деле же Господь намного больше сделал. Он умер. Он просто буквально вместо нас умер. Лишился присутствия отношений с своим Богом. Пошел вместо нас на крест. Как дорого, как много это значит. Сколько Он сделал. Какая драма в благодати, на самом деле, какая там трагедия. Трагедия Бога Отца и Бога Сына. И знаете, что интересно, что вот слова «может быть» принесет плод, они же остаются. Потому что не все принимают спасение, не все в итоге приносят плод. Все равно, несмотря на огромный труд, несмотря на эту огромную благодать, только «может быть» остается. Не все приносят плод. И, конечно, Иисус Христос продолжает, друзья, мы уже подходим к концу, к завершению этой притчи. Иисус Христос всегда очень честен с людьми. Он всегда полную картину дает. Кстати, чем мы иногда грешим, да, мы немножечко, не знаю, в силу, может быть, своих ощущений, как мы понимаем Бога, или что нам больше нравится, мы немножко иногда очень бывает узко мыслим. Мы можем говорить больше о любви Бога, меньше говорить о Его святости, о суде. Кто кому-то, наоборот, кто считает, что Он там достоин, Он любит, он вот эту тему святости, там, строгости, только о ней говорит и забывает о благодати и любви. Иисус Христос всегда говорит полное Евангелие. И смотрите, чем Он заканчивает. Он говорит о суде, как есть, это будет, этого не избежать, это предрешено, суд Божий. Он говорит, если же нет, то есть, если смоковница не даст плода, то в следующий год срубишь ее. Эти слова произнесены Господом. Это принятое решение. Это Слово Божие. Если плодам все-таки не будет, то в следующий год она будет срублена. Знаете, вы, может быть, ну, это легко вспомнить. Это последняя глава книги Библии. И чем Библия заканчивается? 22 глава книги Откровения. Давайте прочитаем. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. Святый да освящается еще. И дальше Иисус Христос говорит, «Все гряду скоро». И вот внимание, обратите внимание на эти слова. «И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Аминь. Так заканчивается Библия судом. Это предрешено. Этого не избежать. Это очень глупо, когда человек пытается об этом не думать, пытается избежать. Так как Слово Божие говорит, «Неужели ты думаешь, что ты избежишь этого?» Это предрешено Богом. Итак, друзья, служение будет продолжаться, просто есть желание помолиться. Мы будем молиться сейчас после слова. Я бы хотел просто резюмировать, немножко повторить, что мы сегодня слышали в Слово Божие. Итак, друзья, если может быть кто-то засуетился, а может быть кто-то, нас много здесь, может кто-то даже никогда в таких категориях не мыслил, а зачем мне жизнь дана? В принципе, зачем она, человеческая жизнь? Друзья, причина одна, очень проста. Принести плод, принести плод покаяния. С этого все начинается, и дальше жизнь полноценно начинается. Поймите, весь смысл, все счастье, единственное, логичное объяснение существования человека, это принести плод покаяния. С этого все начинается, об этом здесь Сус Христос говорит. Сус Христос говорит, вообще без разницы, какая жизнь будет у тебя, с чего ты там добьешься, если ты не принесешь самого главного плода, если тебя не будет покаяния в твоей жизни. Покаяние это на первом месте, впереди все. В покаянии нуждается абсолютно каждый. Покаяние строго, добровольное действие. Там есть это вот святое выбор, свобода выбора, которую Бог наделил каждого человека. Дальше мы говорили о том, что Бог дарит людям и проявляет каждый день огромное долготерпение, огромное терпение. Даже иногда нам кажется, что Он замедляется, Он промедляет, Он просто медлит, когда нужно принимать решение. А у Бога все продумано наперед. У Него просто есть очень мощное большое желание, которое исходит из Его любви, чтобы этот человек спасся, чтобы он покаялся. Это долготерпение. Дальше мы говорили о Его благодати, о жертве Иисуса Христа. Как дорого она досталась Иисусу Христу. Там только Его инициатива. Нас даже рядом не было. Написано, что мы еще вообще грешниками были. Мы даже не думали о Боге. Нас вообще не было здесь, а Бог все решил, когда мы были еще такими. И, друзья, здесь строго очень и очень понятным, понятным языком сегодня Дух Светлана нам напоминает, что справедливому суду обязательно быть. Обязательно быть. Не думая об этом, занимаясь другими делами, мы не уйдем от реальности. Мы столкнемся с ней обязательно. И Господне возмездие с ним. И это предрешено. Итак, друзья, конечно, хотелось бы после таких слов, как он говорит, если не покаетесь, все погибнете, позвать людей, которые еще не приносили плод покаяния к покаянию сегодня. Но я бы сделал это не своими словами. Что есть очень сильные слова, есть очень мощный стих. Я его просто прочитаю, и этим мы закончим, будем молиться. Потом служение продолжится. Это Псалом 33, 9 стих. Вот услышьте, друзья, кто никогда особенно не думал об этом, услышите, что Дух Светлана говорит. «Вкусите», то есть попробуйте и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.